Как попасть на реконструкцию, если стоимость входного билета для тебя очень дорога? Стоимость входного билета очень дорога для меня. Как быть? Это молодой человек прислал письмо, которому я уже несколько раз делала расчёты и вот назвала сумму реконструкции. Понимаете, вот сейчас вы находитесь в состоянии и хотите попасть на проект. Дело в том, что я, как называю сумму участия в реконструкции, я учитываю все ваши прошлые воплощения, я смотрю вашу совокупную карму. Вы не помните многих вещей, которые вы делали в прошлых жизнях, а я их знаю. Я знаю, что когда вы придёте на проект, допустим, в этой жизни вы скромная, симпатичная, доброжелательная овечка. Но я-то знаю, что вы делали в прошлой жизни, в позапрошлой жизни, в позапрошлой жизни. И почему вы в этой жизни такая скромная овечка, хотя в душе вас тремлет лев, который хочет самовыразиться, но никак не может. И с этим у вас, допустим, нет любимой девушки или интересной работы, которая приносила бы вам доход. Я знаю, с чем мне придётся столкнуться, когда вы придёте на проект. И сумму я называю, исходя из вашей совокупной кармы. Вам, может быть, в этой жизни кажется, что сумма вам названа неадекватной, или она вас как-то обижает, или вам как-то тяжело её слышать. Вам кажется, что ваш входной билет не стоит этого входа на реконструкцию. Поверьте, стоит. Я вам больше скажу. Со второго месяца реконструкции, как правило, люди сами называют оплату за проект. Но я рекомендовала бы вам каждый месяц запрашивать у меня, сколько нужно денег заплатить за второй месяц, чтобы вы двигались со стабильной скоростью, ваше развитие происходило. Или вы можете примерно ориентироваться на сумму первого месяца. То есть по сумме вы можете понять, сколько вы делали ошибок в своей жизни, сколько вы не сделали из того, что вы должны были сделать, когда вас ваш создатель создавал, и вы договаривались. Да, я сделаю это, спасибо, там, Бог, ты меня создал, я вот для этих целей создана, я так буду выполнять. И ничего вы не выполняли. Теперь всё это придётся доделать тёте Лене, понимаете? Поэтому я и называю вам сумму, потому что я буду делать работу, которую не сделали вы. Почему со второго месяца люди могут называть сумму за проект сами? Потому что некоторые так быстро понимают ситуацию, так быстро её схватывают, и так сильно хотят измениться, что активно подключаются к этому процессу. Мне, допустим, не нужно спорить, доказывать что-то с человеку. Таких, как правило, убираю со второго, с третьего месяца. Я говорю ему там, Степан, такая проблема, рекомендую тебе делать это прямо сейчас, чтобы её решить. Человек говорит, да, я понял, мне трудно, мне больно, я не хочу это делать, я вообще не считаю нужным это делать, но я буду это делать, потому что я пришёл на проект, потому что я умный зайчик, я хочу измениться. Ты, Лена, предоставляешь результат, я выполняю все наши договорённости. Если эта сумма вам действительно большая, которую я называю для участия в первом месяце реконструкции, выполните, пожалуйста, всё то, что находится в письме под названием «Если вас не взяли на проект или для вас большая сумма, сделайте это сами». То есть разделите своё питание, займитесь спортом, вычистите полностью от гранитов, от паразитов и от всех видов шлаков и ядов. И тогда напишите мне второе письмо, потому что вы всё равно будете делать это на проекте. Но будете делать, допустим, находясь в группе. Сделайте это сами дома, и ваша сумма за участие в проекте станет меньше. Я каждому из вас присылаю письмо при расчёте первого месяца, суммы за первый месяц участия. Что делать, если мне отказали участие в проекте или сумма для меня слишком большая? У нас была семья, которую не взяли на проект, потому что была уверенность, что люди его не потянут. То есть у людей была тенденция обвинять других в том, что происходит с ними в жизни. То есть искать виноватых на стороне. И мы их на проект не взяли, порекомендовали им сделать всё то, что рекомендую сделать и вам. Они полностью очистили свой организм, отравили глистов, стали работать над собой, искать причины в себе и через полгода написали мне письмо. И взяли на проект без разговоров, потому что они показали, что они действительно хотят измениться и убрать от себя это негативное качество характера, когда проблемы ищешь на стороне, а не в себе самому. То есть виноваты все. То есть я оконченный алкаш, а виноват президент. Есть такая картинка в интернете, очень смешная. Никто ни в чём не виноват. Вы сами создали себе ситуацию, в которой вы сейчас находитесь. Я не могу называть суммы, которые бы удобны были бы людям. Потому что если я назову такую сумму, то мне придётся за свой счёт доделывать всё то, что я бы доделала, назвав вам полную сумму. Я раньше так делала, когда была неопытной целительницей, начинающей. И болела, страдала, была очень уставшая, грустная. Про отпуск можно было вообще забыть. Я изменила подход несколько лет назад. И моя жизнь в корне изменилась. То есть теперь люди делают то, что они должны были сделать, прежде чем прийти на проект. И на проекте они делают то, что должны были сделать, а не то, что они хотели бы делать на своих собственных условиях. Поэтому если вам очень дорога сумма, которую я назвала, пожалуйста, следуйте инструкциям в письме, которое я вам прислала, и напишите мне заявку ещё раз через какое-то время, когда вы сами приведёте себя в порядок. Когда вы очистите свои системы, которые придётся очищать мне. Когда вы перейдёте на раздельное питание. Когда мне придётся вам читать лекции, зачем это нужно сделать. Когда вы займётесь физической нагрузкой. Когда мне придётся следить за тем, чтобы вы начали заниматься физической нагрузкой. Сделайте всё это сами. И ваша стоимость участия в проекте будет меньше. Насколько меньше, не могу сказать, буду делать заново расчёты. Григорий, хочешь что-нибудь добавить? Первая сумма, которую вам говорят, это цена за входной билет. Представьте, что вы человек, вы идёте пешком по своей жизни. Вы хотите двигаться быстрее, чтобы быть более счастливым. Этого нужно сеть в автобус, который идёт намного быстрее. Но чтобы войти в автобус, нужно соответствовать тем, кто в этом автобусе едет. То есть вы должны быть чистыми, вы не должны не вонять. То есть из вас должны не лезть в блохи. То есть вы должны быть агрессивны. То есть пока вас не вычистят до нормы, чтобы вас можно было принять в автобус, вам соответственно в автобус не и пустят. И чтобы вы в это состояние пришли, вы должны либо сами над этим поработать, либо вас кто-то поможет. Вас помойт, переоденет, почистит, потравит у вас клопок, глисток и всех остальных паразитов, чтобы вас можно было в эту среду взять. Потому что есть какая-то норма. Потому что в социуме всегда есть какие-то нормы. Не только в социуме, но и в любых сферах жизнедеятельности есть какая-то норма, которая позволяет человека взять в эту среду. Это как автомобильные права. Пока вы не показываете ту ситуацию, что вы можете управлять автомобилем безопасно, вам эти права не дадут. В этом нет ничего странного. Это первая сумма на реконструкцию, то есть это то, что необходимо сделать, чтобы вас в этот автобус взять. Цена на билет предусматривает, что, сделав определенную работу, вас почистив, у вас вводит то состояние, которое соответствует определенному уровню разумности, определенному уровню чистоты. Если вы способны это сделать сами, то, соответственно, цена на билет будет уже несоразмерно меньше. Она будет для вас разумной. Поэтому, если у вас нет денег, есть время и желание, то превратите ваше время в ваши деньги. Как говорили ему отец или мама, периодически время, денег, которого у нас нет, это время, которое у нас есть. Или когда вы стареете, например, то есть время, которое у нас нет. Используйте тот ресурс, который у вас есть, ради того, чтобы наверстать того, что у вас нет. Соответственно, ту работу, которую вы не делаете сами, иногда можно за вас сделать. При приеме на реконструкцию мы что-то можем за вас сделать. То есть мы не изменим принципиально ваш образ жизни, мы не изменим принципиально вашу карму, но мы что-то с вас снимем. Что можно снять? Есть такое понятие, как этика. И в лечении тоже есть эта этика. И что-то для человека можно сделать в каких-то пределах. И чтобы вас взять на проект, вас нужно привести в определенное допустимое состояние. То есть цена на билет. Если вы эту работу делаете сами, то вам это не нужно платить. Ну, соответственно, в этом ничего странного. Также, когда вы приводите в больницу, лечиться, и у вас там целый список болезней, соответственно. То есть у вас на это нет денег. Но вы занялись спортом, сделали раздельное питание, почистились. Есть какая-то вещь, которую вы не можете сами сделать. Например, себе вылечить зубы. Вы приходите снова в больницу, вас смотрят, у вас уже нет этой болезни, этой, этой, этой. Вам только нужно сделать зубы. То есть ваши расходы в 10 раз меньше. Вот у нас такая же точно ситуация. В них ничего неразумного. То есть это вещи чисто практические. Еще добавлю, что Григорий, у нас пропал Григорий, отключился от связи. Григорий, подключайся к связи. От себя добавлю, что если, когда смотрю на совокупную карму человека, я смотрю, что человек еще делал. То есть бывают такие люди, когда они почистились от паразитов, перешли на раздельное питание, занялись активно спортом, но сумма все равно не уменьшается. Я объясню, в связи с чем это. Я не говорю о вас. Я говорю среднестатистический классический случай. Допустим, человек в прошлой жизни был чиновником, воровал. Или работал в концентрационном лагере, где убивали женщин и детей. Допустим, он жил на территории фашистской Германии. Или, допустим, в прошлой жизни он работал на бойне, убивал животных и разделывал их на мясо. Или в прошлой жизни он, я не знаю, был каким-нибудь маньяком, насильником. Он же это не помнит. Но на нем стоят кармические ограничители с прошлой жизни. И вот очень много таких людей, которые внешне чистые, красивые, все у себя почистили, все у себя вычистили. Они приходят, а сумма все равно не становится меньше. Да, бывают и такие случаи. У нас был один молодой человек, которому мы, в принципе, отказались помогать ему. Отказались оказывать ему любые консультации. Потому что там захват уже паразитическими силами рассознания и тела человека был 97%. То есть 3% оставалось на человеческое, вот эта душа выглядывала на 3%. Все остальное было сожрано. Я вам больше расскажу. Этот человек был сыроедом. Он был интеллигентным человеком, он не ругался. Он был предпринимателем. То есть у него внешне все было хорошо. Но там лечить уже нечего, понимаете? Нечего там сохранять. При внешней вот этой такой оболочке красивой. Поэтому, если в этой жизни вы лечите в психушке, либо у вас проблемы какие-то с деньгами присутствуют, либо огромные проблемы со здоровьем. Понимаете? Это все, что вы заработали к данному моменту. Не ищите каких-то проблем вне себя. То есть кто-то в этом виноват. Скажите, да, я делал плохие вещи. Я с этим багажом пришел к этому моменту. Это полностью моя работа. Ничья не будет. Теперь я буду искать адекватных людей, которые мне помогут. Вот, допустим, нет денег на реконструкцию. Займитесь, приведите себя в порядок. Приходите еще раз. Я сделаю вам еще раз расчеты. Если они вас опять не обрадуют, что поделать? Придется где-то найти какой-то ресурс, заработать, если вы хотите купить услуги людей, которые могут вам помочь. То есть нужно делать эти вещи. И поверьте, до того, как вот эта ситуация с вами сложилась, что сейчас нет возможности оплатить проект, в прошлых жизнях вы сотни раз, вам то же самое говорили другие люди. Допустим, вы были чиновниками, к вам приходили брошенные матери-одиночки или там какие-то несчастные люди, они вас умоляли. У нас была одна девушка на реконструкции, которую мы проводили подальше, потому что она не хотела работать над собой на своих условиях. Так вот, у этой девушки совсем была страшная ситуация. То есть в ней не просто просили люди, она еще и заставляла их унижаться перед ней, для того, чтобы что-то получить. И в этой жизни у нее, конечно, страшная ситуация. То есть, друзья, давайте работать над собой и не переживать по поводу того, что нет денег. Денеги можно заработать. Работы навалом. Пошел, заработал, купил то, что хочешь получить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова